В 2013 году, так как я являюсь одним из учредителем, то есть в Новосибирске 4 саморегулируемые организации строителей, 3 были созданы непосредственно при моем участии. Также национальное объединение строителей России, все вопросы по страховым, то есть основа всего СРО выстроена на страховой составляющей. Собственно говоря, так же, как мы платим страховку, то есть нас просто обирают деньги. Но идеологом тогда выступала моя супруга Юлия, сейчас ее нет, она с детьми. Поэтому мы давным-давно в строительной отрасли пытались что-то изменить. Но как сказал мне один очень умный человек, если честный человек понял, что он не делает нечестные вещи, он делает две вещи. Либо отказывается делать нечестные вещи, либо перестает быть честным человеком. И в этот момент мы поняли, чем мы занимаемся мы в строительстве. То есть мы живем в шестом технологическом укладе. Ну, по крайней мере, Европа заявляет об этом. Мы, говорит, отстали и никогда их не догонят. Но мы говорим о нам о технологиях, 3D принтерах, полетах в космос. А строим безумие. Почему? В двух словах попытаюсь объяснить. Любой живой организм дает ему жизнь вода, но также вода и уничтожает любой. Поэтому, если я вам нарисую любой строительный материал, мы назовем бетон, блоки какие-то, пенобетон, гипсокартон, кирпич, дерево. Неважно, мы берем некий формат. И составляющая его нам дают, как правило, оценку прохождения, коэффициент теплопередачи, ДТР нулевое, когда у нас происходят потери тепла. То есть, изнутри помещения, ну, скажем, здесь это дом, да, дом, и у нас температура 25 градусов по Цельсию. На улице, грубо говоря, агрессивная среда, минус 40. У нас давит там, так как у нас... И вот происходит составляющая, что мороз, так или иначе, он начинает пробираться вглубь вот этого материала. Материал. Неважно, какой. Просто каждый материал имеет больше теплопроводности или меньше. Но рано или поздно этот материал как-то там доходит. Изнутри происходит тоже непрерывный процесс, но только в обратную сторону идет тепло. И в какой-то момент это все, вся эта халабуда встречается в какой-то точке. Неважно, какой, мы просто ее нарисуем, что она встретила. Вот это место называется у нас точка рассыхлой. Точка рассыхлой. Но так как мы живем в резкоконтинентальном климате, то когда эта влага собирается и происходит процесс замерзания, то лед. Лед, все, что вокруг него находится, он начинает рвать. Но в следующий момент происходит оттаивание. То есть он тает, и он стекает в дырочку гораздо ниже туда, куда он даже не забрался. И происходит следующее замерзание, и опять лед, и опять разрывание. И таким образом у нас происходит оборот. То есть вот здесь лето, вот здесь зима, и вот полный цикл до 200, до 200 замерзания оттаивания. Как он такое? И поэтому, когда мы берем материал любой, мы начинаем задавать вопрос. Вот я ездил в Белокуриху, они, знаете, открыли Белокуриха-2, да? И говорят, Радон более интересный, там ну тру-ля-ля-ля-ля. И там, естественно, приехала куча людей, которые говорят, мы сейчас вам построим. Я сидел в этой чудной организации, чудные ребята, умные, грамотные, инженеры с высшим образованием. Но я задал один вопрос, ребят, когда будем делать ремонт? А это здесь при чем? Я говорю, все просто. Вот он инвестор. Ну есть такой дурачок, который называет себя инвестором. И он вложил какую-то часть денег, да? Ну мы нарисовали там, давайте нарисуем российские рубли. И в какой-то момент, в какой-то момент, эти же деньги должны, ну ему хотя бы вернуться. Хотя бы мы должны нарисовать некую точку ноль. То есть должен этот проект начать работать. И у нас в какой-то момент должна появиться какая-то точка ноль. Ну то есть ему деньги должны как-то аккумулироваться, назад вернуться. А потом должна пойти как бы прибыль или сверхприбыль, ну не знаю, как это мы назовем. Все с этим согласились, да, действительно, но в принципе гипотетически должно быть так. Я говорю, так вот когда в процессе встает ремонт, капитальный ремонт, еще что-то, то эта точка ноль начинает отодвигаться. И в какой-то момент, вот этот вот бедолага начинает понимать, что возврат денег происходит ровным счетом. Никогда. Он себе покупает просто большую, большую интересную вещь, да? Которая называется... Ну при дамах я не буду, конечно, говорить, как дамы. Ну при малышке мы и так говорим. Да, плюс-минус, да. По этой причине, ну это мы говорим о большом инвесторе, который должен. Но если человек покупает дом, ситуация не меняется. Если он строит дом, то должны. И поэтому наша группа начала заниматься этим вопросом. И мы подошли... Я вам расскажу об одной технологии, но эта технология, она совмещает более пяти. Там сложная система, все рассказывать не буду. Мы взяли в основу полистирол-бетон. То есть в 1951 году в Германии один достаточно неглупый инженер решил, А если я в бетон добавлю шарики полистирола, ну вроде как бы теплотехника должна быть. Но шарики полистирола начали всплывать вверх. Бетон тяжелый. И он добавил СДО. В принципе тогда было это правильно и оправдано. Смола древесная омыленная. Но что происходит? Заливается вода в эти полистиролы, шарики полистирола. Добавляется смола. Полистирольные шарики в этой смолой все пропитывают. И получается, когда мы добавляем туда цемент, шарики начинают как бы на себя наматывать этот бетон. И вроде как бы ситуация выровнялась. Но, когда происходит наматывание этого бетона, то вещь происходит такая, что вокруг этого бетона и вокруг шарика полистирола начали возникать воздушные пузырьки. 6-5 микрон. Ну то есть там бегает размер этих шариков. И вроде как бы, ну и слава богу, еще дополнительные воздушные промежутки. Ну ля-ля, тра-ля-ля, и все хорошо. Прогичка лед. Нет, ситуация такая. И все с этим работали, все понимали, что есть весовая нагрузка, ветровая нагрузка, да, то есть коэффициент теплопередачи. Мы все как бы строители в этом работали. Ну вот то, что сделал Юрий Шефер, это наш, как бы, он химик по натуре, своя по образованию. У него химик-технолог, он, ну, в строительстве он любитель такой вот поковряться, вот что-то найти. Ну, это руководитель, конечно, наш технический, он, ну, человек такой дотошный. И он начал разрабатывать химсостав. Чего он сотворил, честно говоря, я даже передать не смогу, но ситуация такая. Когда происходит наматывание вот этого СДО, когда начинает наматывать на себя бетон, в этот момент, вот эта химическая реакция, которую сделал Юра Шефер, она почему-то производит взрыв. В общем, бешеный взрыв, идет огромное нагревание самого материала, но шарики вокруг этих шариков полистирола получаются размером не более одного микрона. Вот за счет этого, плюс ко всему прочему, каким-то образом при этом нагревании выгоняется вся вода. И получается та ситуация, что очень много шариков между этими шариками.